Толкование на откровение Иоанна Богослова, кассета 4, глава 22. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящий от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья, дерево для исцеления народов. И показал мне, это один из семи ангелов, у которых было семь чаш, продолжает открывать святому Иоанну все новое и новое, все более таинственное и чудное. Ангел показывает святому тайнозрителю чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящий от престола Бога и Агнца. Это видение реки воды живой, схоже с древними пророчествами святых пророков Иоилии, Зикиилии и Захарии. И будет в тот день, горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водою, а из дома Господня выйдет источник и будет напаять долину Ситим, пишет святой пророк Иоиль. А вот пророчество святого Иезекииля, вообще весьма перекликающееся с видением святого Иоанна Богослова в 22.1. Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот под порогом храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника, и вывел меня с северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем обращенным к востоку, и вот вода течет по правой сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил тысячу локтей и повел меня по воде. Воды были по лодыжку, еще отмерил тысячу и повел меня по воде, вода была по колено, еще отмерил тысячу и повел меня, воды было по поясницу, еще отмерил тысячу, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что воды было, вода так высока, что надлежала плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне, видел, сын человеческий, и повел меня обратно к берегу этого потока. И когда я пришел назад, и вот на берегах потока много было дерев по ту и другую сторону, и сказал мне, эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми, и всякое живущее существо, присмыкающееся там, где войдет две струи, будет живо. И рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми, и куда войдет этот поток, все будет живо там, и будет стоять под него рыболовы, от Йенгади до Эггалима, будут закидывать сети. Рыба будет в своем виде, и как в Большом море, рыбы будет весьма много. Болота его и лужи его, которые не соделаются здоровыми, будут оставлены для соли. У потока по берегам его, с той и другой стороны, будут расти всякие дерева, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из светилища. Плоды будут употребляемы в пищу, а листья на врачевание. Из Икиля 47, 1, 12. Пророк же Захария пишет, что когда в вечернее время явится свет, и будет тот день, живые воды потекут из Иерусалима. Половина их к морю восточному, а половина их к морю западному. 14, 7. Чистая река воды жизни, светлая, как кристалл, исходящая от престола Бога Ягонца, есть Дух Святой, Третья ипостась Пресвятой Троица. Рекой воды жизни Дух Святой именуется самим Спасителем. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, в сирево потекут реки воды живой. Сие сказала на Духе, которого имели принять верующие в Него. Чистая река воды жизни, светлая, как кристалл. С водой жизни сравнивается Дух Святой, когда говорится о Его излиянии, ибо изливать можно воду и вообще жидкости. Так сказано, излию от Духа Моего на всякую плоть. Дар Святого Духа излился и на язычников. Сравнивая Духа Святого с водой жизни, и Святой Апостол Павел пишет, что все напоены одним Духом. Об этих водах Духа Святого пел еще в древности Святой Давид, что Господь водит меня к водам тихим. И Святой Иоанн Богослов уже ранее в Апокалипсисе видел о святых, что Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод. И вообще существует таинственная антологическая связь Духа Святого и видимой стихии воды. Только в воде рождается всякая земная жизнь, так и в животворящем Духе рождается жизнь вечная. Еще при сотворении мира Дух Божий носился над водою. Водой все очищается, омывается и животворится. Слово «носился» в еврейском здесь означает, но вроде как курица насиживает яйца, то есть носился, насиживает жизнь, животворя. Так и в христианской церкви освящается вода для освящения всего и духовного, и телесного благодатью Духа Святого. И само возрождение для вечной жизни совершается в водном крещении, в рождении от воды и Духа. Эта чистая вода, животворящая и светлая, как кристалл, струится в Новом Иерусалиме, исходя от престола Бога и Агнца. Об этом так пишет святой Андрей Кисарийский. Чистая река воды жизни сейчас в церкви есть крещение, возрождение. Омываемся в нем Духом Святым. Соделывается чище снега, омываемое, и кристалла. В Высшнем Иерусалиме эта река есть исходящая от Бога Отца Животворящий Дух, который через ангела и через высочайшие, именуемые престолами Божества силы, напаяет святой город. Так святой Андрей объясняет значение воды жизни, а в земной церкви и в церкви вечности. Чистота, жизнь и светлость характеризуют реку жизни, Духа Святого. В благодатных струях Духа всякая душа ощущается, животворится и просветляется светом неба. Прийди, жаждущий, и пей воду жизни. В Ветхом Завете людям открылся Бог Отец. Сына Божия Мессии только ждали, не имея о Нем полного ведения. Духа же Святого разумели в основном только как Духа Отца. В Ветхом Завете знали единого Бога, Троицу же только смутно и гадательно прозревали пророки. В Новом Завете миру открылся Сын Божий, и центром как богословия, так и молитвенной духовной жизни является Сын, вторая ипостась Троицы. В Новом Завете раскрывается миру вся единосущная и нераздельная Троица. Не только воплощается Сын, но и изливается Дух Святой. Но если и раскрыта вся Троица в ее единосущей и три ипостасности, то все-таки ипостась Духа Святого остается еще в тени. Нам более открыта благодать Духа Святого, чем его ипостась. Когда же завершится Откровение Нового Завета вторым пришествием Христовым? Завершится Откровение Сына Его видимым пришествием для всех, и исторным будет грех. Тогда наступит, если дозволительно так выразиться, третий Завет Бога с людьми. Тогда во всей полноте равно раскроются все три ипостаси. «Ныне есть баня, паки бытия и обновления Святым Духом в крещении для каждого человека. Когда же придет Сын Человеческий и совершит суд в огненной реке крещения огнем, то потом от престола Бога и агнется и зальется река воды жизни Духа Святого, крещения Духом, и будет баня, паки бытия и обновления Святым Духом всего мира. Так в последний день Христос совершит крещение огнем и Духом всей Вселенной. Ей гряди, Господи, и Дух истина! Некогда, когда Бог сотворил человека, из Едема выходила река для орошения рая. Едем — место особого пребывания Бога с людьми. Изгненный из рая падший человек лишился и воды той реки. Ему стали доступны уже только четыре потока, происшедших от той реки. Но вот крест соединяет четыре конца Вселенной, и от него, как некогда, от древа жизни посреди рая истекает новая река воды живой. Ныне церковь — это новый Эдем. Среди улицевую потопа по другую сторону реки 22.2 мы заключаем, что исходящая от престола река воды жизни текла посреди незолотой улицы города, напаяя его жителей. Город — это церковь ныне. Это паки церковь вечности. То, что река воды жизни течет посредине улицы города, означает, что Дух Святой внутренне присущ церкви, является ее внутренним и сокровенным. Сокровище благих всегда именует его церковь в своей молитве — царю небесный. Дух Святой — это жизнь церкви. По словам святого Иринея Леонского, где церковь, там и Дух Божий, и где Дух Божий, там церковь и ветхая благодать. И всякая благодать, входя апостольскими вратами в город, церковь каждый обретает возможность припасть к этой дивной реке. В этом граде все напоены одним духом, текущим по его улице. Как некогда ангел в видении вводил пророка Иезекииля все глубже и глубже в живительную воду реки, текущей от храма. Сначала по лодыжку, потом по колено, потом по поясницу, а потом должен был оторваться от земли и плыть в потоке. Так и ты, душа, ступай по сей золотой улице города-церкви, входи все глубже и глубже в поток божественной благодати Духа Святого. Пока не оторвешься от земли и целиком весь окунешься в сии благодатные воды, и будешь уже не по земле ступать, но плыть в потоке. Этого достигали святые, об этом возревнуй и ты. Но всегда помни, река течет по улице города, Дух Святой подается в церкви. После видения реки в небесном городе Иоанн видит в нем среди улицы его и поту и по другую сторону реки древо жизни, двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. Об этом пишет Иезекииль. У потока по берегам его с той и другой стороны будут расти всякие дерева, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что воды для них, вода течет из святилища, плоды их будут для употребляться в пищу, а листья на врачевание. Сорок семь двенадцать. Как некогда в раю в Эдеме, так и в вечности в Новом Иерусалиме будет насаждено древо жизни. Если в 22.7 было подробно разъяснено вкушение от этого древа в земной церкви, то теперь укажем, что и в вечность перейдет это таинственное вкушение. Древо жизни таинственное и неизъяснимо, величественно и благодатно проходит через Эдем, церковь земную и вечность. Через это древо реальное и истинно тварь соединяется с Творцом. Время с вечностью, земля с небом. Корни древа в земле крона, в земле крона возносятся к небу, от плодов его жизнь. Двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой. Ежемесячное плодоношение древа означает обилие божественной благодати и непрерывность богообщения людей через таинственное вкушение этих плодов. Там не будет греховной зимы, прекращающей благодатную жизнь. Там не будет духовного голода. Число двенадцать означает как непрерывность ежемесячно, круглый год, так и число апостолов. Благодатные плоды древа жизни подаются в церкви через апостольскую проповедь и священодействие. Церковь апостольская не только в 7 веке, но и в будущем. Это мы видели и в 12 основаниях, и в 12 именах, и в 12 вратах города, и в 12 ричном плодоношении древа жизни. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся от древа жизни. Как на земле плоды дерева служат для насыщения, а листья для врачевания, так будет и там. Святой Иоанн пишет «И листья дерева для исцеления народов». Эти слова нередко вызывают недоумение. Неужели в будущем веке будут болезни, страдания или даже грехи, от которых будет требоваться исцеление? Разумеется, нет. Ибо ясно сказано «Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет». Да и сразу после слов об исцелении народов святой Иоанн дальше пишет «И ничего уже не будет проклятого». Иные на основании этих слов заключают, что и в будущем веке будет еще неравенство людей перед Богом. Некоторые будут, мол, жить в Новом Иерусалиме и иметь полное блаженство, а другие будут жить только лишь на Новой Земле и будут листьями дерева жизни исцелять от своего несовершенства. И вообще, многие сектанты создают сложные системы расселения праведников вечности. Одни будут храмом Бога, другие будут жить в Новом Иерусалиме, другие на Новой Земле и подобное. Все эти хитросплетения и мудрствования, разумеется, не имеют никакого основания в Священном Писании и являются следствием их речленно путанных и противоречивых учений. Мы уже видели, что, имея различную славу в вечности, все, однако, будут равны перед Богом, все будут спасены. Новый Иерусалим средоточие всей обновленной твари, место престола Божия, церковь вечности. И нельзя говорить, что одни будут жить в нем, а другие вне. Вне города, ясно сказано, будут не несовершенные спасения, а псы, и чародеи, и любодеи, и убийцы, и другие. То есть все сыны Гиена, не вошедшие в город, вообще не войдут в вечное блаженство, а будут в Гиене. Новая Земля, новое небо, Новый Иерусалим, все будет одинаково доступно всем, достигшим небесного Ханаана. Все места вечности от новой земли до самого сокровеннейшего, до престола Божия, будут доступны всем. Каждый будет иметь возможность пребывать везде. Слова об исцелении народа от листьев древожизни, святой Андрей Кисарийский объясняет, как тончайшее, превысшее и пресветлое разумение божественных судеб. Эти листья будут во исцелении неведения тех народов, которые стоят низшими в делании добродетелей. То есть здесь, в этой земной жизни, народы болеют неведением, различными грехами и слабостями, а также и буквально телесными болезнями и недугами. От всего этого в будущем веке народы исцелятся через листья древожизни. Если питание от плодов древожизни бывает всегдашним 12 раз в год новые плоды, то исцеление листьями древожизни будет одноразовым событием. Однажды совершится это, чтобы навечно исцелить народы от всех их телесных и душевных болезней. С другой стороны, в этой земной жизни под исцеляющими листьями древожизни можно разуметь листья книги священного писания, от которых бывает великое исцеление читающим по ту и по другую сторону реки древожизни. Эти слова можно разуметь двояко, либо надо действительно разуметь одно древо по ту и другую сторону реки, и тогда мы снова сталкиваем со сверхразумностью догмата, ибо разум не может себе ни мыслить, ни представить такое. Это навроде тайны троицы, где одно равно трем, или тайны боговоплощения, где один и тоже и бог и человек. Будучи один, Христос одновременно и вездесущий Бог, и находящийся в определенном месте земли человек. Воистину древо жизни по ту и по другую сторону. Иначе же можно разуметь, что по обеим берегам реки будут расти многие дерева вдоль золотой улицы города и берегов реки. Так понимать можно на основании пророчества из Икииля. четыре потока по берегам его с той и другой стороны будут расти всякие дерева. В таком случае выражение древа жизни употреблено в родовом смысле. Как мы иногда говорим, вдоль той реки растет береза. Разумею, не одно дерево, а много дерева этого рода. Святой Андрей Кесарийский дает еще иное значение древа жизни плодов и листьев. Он пишет, река, напаяемая от насажденных при ней святых, названных древом жизни по образу древа жизни Христа. Этому особенно будет соответствовать мысль о том, что древ было много, но все они одного рода. О таком блаженном муже пел святой Давид. И будет он как дерево посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое и лист которого не вянет. Действительно, святой Давид говорит здесь о тех же признаках святого. Так дерево при потоке воды, плоды, листья. Святой Андрей Кесарийский пишет об этом еще так. Древо жизни 12 апостолов по причине их причастия истинного древа жизни. Плоды их суть принесшие 100 кратный плод, листья 60 кратные, народы 30 кратные, по разным плодам и слава будет разная. То, что древо в единственном числе говорит о единстве святых сопребывании и разумении. Так, последней страницей священного писания завершается учение его первых страниц о реке, древе, плодах и листьях рая. Ивны из рая возвращаются в него, потерянные возмещаются в царицею. Слава Богу! Аллилуйя! И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. Еще раз показывает удаление от небесного города всего нечистого и теснейшее общение с Богом прославленной твари, и ничего уже не будет проклятого. Об этом же пишет святой пророк Захария. И буду жить в нем, и проклятие не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно. 14 Проклятием змеи Адама и Ева ознаменовалось изгнание из рая. Упразднением всякого проклятия анафемы и всего проклятого ознаменуется начало вечности, нового рая. На страшном суде Господь скажет тем, которые по левую сторону, идите от меня проклятые в огонь, вечные и уготованные дьяволу и ангелом его. Огонь гиенны, вот конец всему проклятому. Там оно и будет в небесном же городе, ничего уже не будет проклятого. Через грех Адама проклятие вошло во весь род человеческий. Через крест Христов оно упраздняется. Христос истребил учением бывшее нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Склонись, человек, пред всем крестом, и получи разрешение от клятвы, тяготеющей над тобою. Войди апостольскими вратами в город церкви, где ничего уже нет проклятого. ныне церкви дан суд разрешать от клятвы анафемы и возлагать ее. Потому только в церкви освобождение от клятвы. Как жалки поэтому все сектантские общества, сулящие своим чадом разрешение от клятвы, дать же его немогущее. Жалкое ослепление и заблуждение. Они как дети, играющие в занятия взрослых, подражают тому, что делается в церкви. Как дети песчаной кашей кормящие кукол они питают своих чад. Они сами давно оказавшись вне города в области проклятой пытаются проклинать и отлучать неподчиняющихся им. Избави нас Бог от всего такого. Да избавит Бог и всякого от анафемы церковной. Ибо что связано с церковью на земле тобой связано и на небе. А ничто проклятое не войдет в небесный Иерусалим. Словами ничто уже не будет ничего не будет проклятого. Можно придать еще и другое значение. Проклятием анафема отлучение. Сейчас люди от многого отлучены. Много им недоступно, но ведомо и достижима только Богу. Тогда же не будет ничего отлученного от людей, но они будут иметь свободный и совершенный доступ ко всему. Все проклятое и отлученное будет исторнуто из города. В нем установится теснейшее общение Творца с прославленной тварью. Престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. Служение Богу смысл жизни человека. Вы обратились к Богу от идолов, пишет святой апостол Павел, чтобы служить Богу живому и истинному. Но если теперь к служению Богу апостол присоединяет и второе наше назначение в жизни и ожидать с небес Сына его, 1 Фессон 1 9, то там узрит лицо его. Там будет непосредственное и блаженное служение спасенных своему спасителю Агнцу, которого и узрит. Там тварь будет служить своему Творцу, Богу, видя его. Когда Адам был узнан из Грая, то вместе с проклятием получил назначение трудиться со скорбью и потом. Поэтому напрасны все попытки неверующих видеть в труде смысл и назначение жизни и жить ради творческого труда. Ныне труд необходим, и жизнь без него немыслима, но и он проклят. А может ли в проклятом скорбях и поте быть цель? В Гевсиманском саду из уст божественного страдальца сорвалось «Душа моя скорбит смертельно!» И в том барении был пот его, как капли крови, падающие на землю. Гевсиманская скорбь и кровавый пот сяли проклятие скорби и пота труда человека. Теперь в церкви Христовой человеку открывается блаженное и радостное поприще служения Богу, истинная диакония, а не привечность, а не призрачная мира сего. Неразумное представляет себе вечность, как некое блаженное безделие, как непрерывный отдых и вкушение райских яблок. Такое понимание глубоко чуже священного Писания и сокровенному чаянию христиан. Вечность — это вечно блаженное и всерадостное служение Богу, это труд, освобожденный от проклятия. И узрит лицо его, и имя его будет на челах их. Служащие Богу в вечности узрит лицо его, а лицезрение Бога, смотри толкование 4,2 «Все великая тайна, не видя видеть невидимого». Интересно еще отметить, что святой Иоанн пишет «Рабы его, служите ему, лицо его, имя ему». Везде о нем говорится в единственном числе, хотя относятся к Богу и агнцу. В этом указание на единосущие троицы «Я и Отец одно, Бога Агнец, не два Бога, а один, лицо которого и узрят праведные». И имя его будет на челах их. Начертание имени Божьей на челах святых мы не раз видели в апокалипсисе. Как ветхозаветний первосвященник носил на челе своем накидаре золотую дощечку с надписью «Святыня Господня», так имя Божие золотыми буквами. Сравни «Вставай проклятием заклейменный весь мир голодных и рабов». Что может дать миру проклятием заклейменный раб, кроме опять-таки проклятия и рабства греху, кроме последующего за этим вечного проклятия и рабства? Начертывается на челе в уме праведных на их лике и в их сердце во всем их существе имя Божие. Описав блаженное состояние спасенных народов, святой тайно-зритель еще раз возвращается к свету города. Начало, середина и конец описания города свидетельствует о его свете. Таким образом, все описание города как бы пронизывается этим светом. И ночи не будет там и не будет иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освящает их, и будут царствовать во веки веков. В словах этого стиха сконцентрировано все ранее сказанное о свете нового Иерусалима. Отсутствие ночи, исчезновение нужды в естественных светилах, свет Божества, освящение им спасенных. Как линза собирает в фокусе лучи падающего на ней света, так последние слова апокалипсического видения собирают воедино все лучи Божественного света, рассеянные в предыдущих словах святого тайна зрителя. Как заходящее на западе солнце бросает последний луч уходящему дню и исчезает за горизонтом, так этими словами брошен последний луч в духоносные очи святого тайна зрителя и погасает последнее видение апокалипсиса. Последний раз воздрев на вечный свет святой тайна зритель еще добавляет о спасенных и будут царствовать во веки веков. Некогда архангел Гавриил возвестил Пречистой Девять, что Христос будет царствовать над домом Якова во веки и царству его не будет конца. Этот всегда исповедует церковь в своем символе веры и Гоже царствия не будет конца. А праведных Бог соделывает царями и священниками и будет царствовать с ним во веки веков. Над чем будут царствовать святые вечности? Греха и лукавых сил уже не будет, чтобы над ними царствовать, но будет иное вечное царство славы. Бог сотворил человека венцом и владыкой мира. Однако через свое падение человек утерял это блаженное царство, поработил всю тварь греху и страданиям. Христос освобождает вселенную от рабства греху и восстанавливает блаженное царство нового мира, в котором человек вновь обретает свое изначальное назначение царя и владыки, и это царство не будет нарушено ничем. Святые будут царствовать со Христом во веки веков ей аминь. На этом закончилось последнее видение апокалипсиса. 22, 6, 21 представляет собой уже не апокалипсическое видение, но после словия святого Иоанна к своей книге «Бывший духом вечности снова на земле, на острове, рядом со своим учеником Прохором». Слово преподобного Ефрема Сирина об Антихристе. С болезни сердца начну речь о том бесстыднейшем и ужасном змии, который приведет смятение всю поднебесную и в сердца человеческие вложит боязнь, малодушие и страшное неверие и произведет чудеса, знамения и страхования. Яко же прельстите аще возможно и избранные. Матфея 24, 24. И всех обманет ложными знамениями и призраками чудес ими совершаемых. Ибо попущением святого Бога получит Он власть обольщать мир, потому что исполнилось нечестие мира и повсюду совершаются всякого рода ужасы. Посему-то причистый владыка за нечестие людей попустит, чтобы мир был искушен духом льсти, потому что так захотели человеки отступить от Бога и возлюбить лукавого. Велик подвиг братьев те времена особливо для верных, когда самим змием с великою властью совершаемы будут знамения и чудеса, когда в страшных призраках покажет Он себя подобным Богу, будет летать по воздуху, и все бесы подобно ангелам вознесутся предучителем, ибо с крепостью возопиет, изменяя свой вид и безмерно устрашая всех людей. Тогда братья окажутся огражденным, непоколебимым, имеющий в душе верный знак, святое пришествие единородного Сына Бога нашего. Как скоро увидит сию неизреченную скорбь отовсюду приходящую, на всякую душу, потому что совершенно ниоткуда нет у ней ни на земле, ни на горе, ни на море никакого утешения, ни покоя. Как скоро увидит, что весь мир в смятении, что каждый бежит укрыться в горах, и одни умирают от голода, другие истаивают как воск от жажды, и нет милующего, как скоро увидит, что всякое лицо проливает слезы, и сильным желанием спрашивает, есть ли где на земле Слово Божие, и слышит в ответ, нигде. «Кто перенесет дни сии, кто стерпит невыносимую скорбь, как скоро увидит смешение народов, которые от концов земли идут увидеть мучителя, и многие поклоняются мучителю, стрепетом взывая, «Ты наш Спаситель!» Море метется, земля иссыхает, небеса не дождят, растения увядают, и все живущие на востоке земли от великого страха бегут на запад, также живущие на западе солнца бегут на восток земли. Бесстыдны же, прияв тогда власть пошлет бесов во все концы смело проповедовать. Великий Царь явился во славе, идите и видите его. У кого же будет такая адамантова душа, чтобы мужественно перенести все соблазны? При одном воспоминании о змии прихожу в ужас, помышляя в себе о той скорби, какая постигнет людей в сии времена, помышляя о том, сколь жестоким к человеческому роду окажется сей скверный змей, и сколько злобы еще больше будет он иметь на святых, которые могут противостоять его мечтательным чудесам. ибо много найдется тогда людей, благоугодивших Богу, которым в горах и местах пустынных можно будет спастись многими молитвами и сердечным плачем. ибо святый Бог, видя их несказанные слезы и искреннюю веру, умилосердится над ними, как нежный отец, и соблюдет их там, где они укроются, между тем, как всескверный змей не перестанет отыскивать святых и на земле, и на море, рассуждая, что уже воцарился он на земле, и все уже подвластны ему. И, не сознавая своей немощи и той гордыни, от которой он замыслит несчастный, воспротивится в тот страшный час, когда Господь придет с небес, впрочем, приведет в смятение землю, устрашит всех ложными чародейственными знамениями. В то время, как придет змей, не будет покоя на земле, будут же великая скорбь, смятение, замешательство, смерти и глады во всех концах. Ибо Сам Господь наш божественными устами изрек, что такова я скорбь небысть от начала создания. Марка 13, Мужественная нужна будет душа, которая бы могла сохранить жизнь свою среди соблазнов. Ибо если человек окажется хотя несколько беспечным, то легко подвергнется нападениям и будет пленен знамениями змея. Много молитв и слез нужно нам, чтобы кто-либо из нее вернулся твердым в искушениях, потому что много будет мечтаний, совершаемых зверем. Он Сам богоборец и всех хочет погубить. Ибо такой способ употребит мучитель, что все должны будут носить на себе печать зверя. Когда в свое время, то есть при исполнении времен, придет он обольстит всех знамениями, и в таком только случае можно будет покупать себе снеди и все потребное, и поставить надзирателей исполнять его повеления. Заметьте, чрезмерную злокозненность зверя и ухищрение его лукавства. Таким образом начинает он с чрева, чтобы человек, когда будет приведен в крайность недостатком пищи, вынужден был принять печать, то есть злочестие начертания не на каком-либо члене тела, но на правой руке, а также на челе, чтобы человеку не было уже возможности правой рукою напечатлеть крестное знамение, а также на челе. Чтобы человеку не было уже возможности назнаменовать святое имя Господне или славный и честный крест Христа и Спасителя нашего. Ибо знает несчастный, что напечатленный крест Господень разрушает всю силу его и потому кладет свою печать на правую руку человеку, потому что она запечатлевает крестом все члены наши, а подобно и чело, как свешник носит на высоте светильник света, знамение Спасителя нашего. Ибо для того без сомнения употребляет таковый способ, чтобы имя Господа и Спасителя да неименуемо было в то время, делает бессильный обольститель, боясь и трепеща святой силы Спасителя нашего, ибо если кто не будет запечатлен печатью зверя, тот не пленится его знамениями. Притом и Господь не отступает от таковых, но просвещает и привлекает их к себе. Спаситель, вознамерившись спасти род человеческий, родился от девы и в образе человеческом попрал врага святую силою божества своего. То он и умыслит восприять образ его пришествия и прельстит нас. Господь наш на светоносных облаках подобно страшной молнии придет на землю, но не так придет враг, потому что он отступник. Действительно от девы только оскверненной родится его оружие, то есть антихрист, но сие не значит, что сам враг воплотится. Придет же все скверны как тач в таком образе, чтобы прельстить всех. Придет смиренный, кроткий, ненавистник неправды, как сам будет говорить о себе, отвращающийся идолов, предпочитающий благочестие, добра, нищелюбивый высокой степени наружностью своей прекрасный, постоянный, ко всем ласковый. При всем этом с великой властью совершит он знамения, чудеса и устрашения и примет хитрые меры, всем угодит, чтобы в скором времени полюбил его народ. Не будет он брать даров, говорить гневно, показывать пасмурного вида, но благочинную наружностью станет обольщать мир, пока не воссорится. Поэтому, когда многие народы и сословия увидят такие добродетели и силы, тогда вдруг возымеют они одну мысль и с великой радостью провозгласят его царем, говоря друг другу, найдется ли еще человек столь добрый и правдивый. И скоро утвердится царство его, и в гневе поразит он тех царей. Потом вознесется сердцем и изрыгнет горечь свою этот змей, сметет вселенную, подвигнет концы ее, всех притеснит и станет осквернять души. Неблагоговение уже в себе показывая, но во всяком случае поступая как человек суровый, жестокий, гневливый, стремительный, беспорядочный, страшный, отвратительный, ненавистный, мерзкий, лютый, губительный, бесстыдный, который старается весь род человеческий вринут в пучину нечестия. Многочисленное произведет он знамения, но ложно, а недействительно, и в присутствии многолюдной толпы, которая будет восхвалять его мечтательные чудеса, издаст он крепкий глаз, от которого поколеблется место, где собраны предстоящие ему толпы, и скажет «Все народы, познайте мою силу и власть!» в виду зрителей будет переставлять горы и вызывать острова из моря, но все это обманом недействительно, «Впрочем, прельстит мир, обманет многих, многие поверят и прославят его, как крепкого бога». тогда сильно восплачет и воздохнет всякая душа, тогда все увидят, что несказанная скорбь гнетет и день, и ночь, и нигде не найдут пищи, чтобы утолить голод, ибо жестокие надзиратели будут поставлены на место, и кто только имеет у себя на челе или на правой руке печать мучителя, тому позволено будет купить немного пищи, какая найдется, тогда младенцы будут умирать на лоне матери, умрет и мать над своим детенышем, умрет также и отец с женою и детьми среди торжища, и некому похоронить и положить их во гроб. От множества трупов, поверженных на улицах, везде зловоние, сильно поражающее живых. С болезнью и воздыханиями скажет всякий поутру, когда наступит вечер, чтобы иметь нам отдых? когда же настанет вечер, с самыми горькими слезами будут говорить сами в себе, скоро ли рассвет, чтобы избежать нам настигшей скорби? но некуда бежать или скрыться, потому что все будет в смятении и море, и суша, глады, землетрясения, смущения на море, устрашения на суше. Множество золота и серебра и шелковой одежды не принесут никому пользы во время сей скорби, но все люди будут называть блаженными умерших, преданных погребению, прежде нежели пришла на землю эта великая скорбь. И золото, и серебро рассыпаны на улицах, и никто до них не касается. Продолжение. Часть вторая. Все же, поверившие лютому зверю и принявшие на себя печать его, злочестивое начертание оскверненного, приступят вдруг к нему и с болезнью скажут «Дай нам есть и пить, потому что все мы истаиваем, томимые голодом и отгони от нас едоносных зверей». И этот бедный, не имея к тому средств, с великой жестокостью даст ответ, говоря «Откуда люди дам вам есть и пить». Небо не хочет дать земле дождя. И земля также не дает вовсе ни жатвы, ни плодов. народы, слыша это, возопьют и прольют слезы, не имея утешения в скорби. Напротив того, другая неизреченная скорбь приложится к их скорби, а именно та, что так поспешно поверили мучителю. Ибо он, бедный, не в силах помочь и себе самому, как же им поможет. В те дни великое будет горе от многих скорбей, причиненных змием, от страха и землетрясения, и шума морского, от голода, и жажды, и угрызения зверей. И все, принявшие печать антихристову и поклонившиеся антихристу как благому Богу, не будут иметь никакой части в царстве Христовом, но вместе со змием будут ввержены в гиенну. Христовом, Но прежде нежели будет сие, Господь по милосердию своему Пошлет Илью, Фесвитянина и Еноха, чтобы они возвестили человеческому роду благочестие Нерзновенно проповедали всем боговедение Научили не верить и страхам учителю, говоря и вопия Это лесть о человеке, никто да не верит ей нисколько Никто да не повинуется богоборцу Никто из вас да не приходит в страх Потому что богоборец сей скоро будет приведен к бездействию Вот святый Господь грядет скоро с неба Будить всех, поверивших знамением Его Впрочем, немногие тогда захотят послушать и поверить сей проповеди пророков Многие из святых, какие только найдутся тогда По пришествии оскверненного Реками будут проливать слезы к святому Богу Чтобы избавиться им от змея С великой поспешностью побегут в пустыни И со страхом будут укрываться в горах и пещерах И посыплют землю и пепел на главы свои В великом смирении молясь день и ночь И будет дарованной от святого Бога сие Благодать Его отведет их в определенные для сего места И спасутся они, укрываясь в пропастях и пещерах Не видя знамений и устрашений антихристовых Потому что имеющим видение Без труда сделается известным пришествие антихриста А кто имеет ум, обращенным на дела житейские И любит земное Тому не будет сие ясно Ибо всегда таково свойство Привязанного к делам житейским Хотя и услышит Но верить не будет И даже погнушается тем Кто об этом будет говорить А святые Укрепятся Потому что отринули Всякое попечение О сей жизни Восплачут тогда И вся земля И море И горы Холмы Восплачут и светило небесное О роде человеческом Потому что все уклонились от святого Бога Поверили лести Приняв на себя Вместо животворящего Восплачут земля и море Потому что в устах человеческих Прекратятся вдруг Глаз псалмов и молитв Восплачут великим плачем Все церкви Христовы Потому что не будет Священнослужения И приношений По исполнении Прежде трех с половиной лет Власти и действий Нечистого Когда исполнятся Соблазны всей земли Придет наконец Посказанному Господь Подобно молнии Блещущей с неба Придет святый Пречистый Страшный Славный Бог наш С несравненную Славою С предшествием его Славе чинов Архангельских И ангельских Все же они Пламень огненный Река потечет В страшном В страшном Клокотании Полная огня Херувимы С поникшими Долу Очами И терапимы Летающие И закрывающие Лица И ноги Крылами Огненными И с трепетом Взывающие Восстаньте Почившие Все Пришел Жених Отверзутся Гробы И во мгновение Око Пробудятся Все колена Земные И возряд На святую Лепоту Жениха И тьмы И тем И тысячи Тысяч Архангелов И ангелов Бесчисленные Воинства Возрадуются Великой Радостью Святые И праведные И все Не принявшие Печати Змия И нечестивца Возвеселятся А мучитель Со всеми Демонами Связанный Ангелами А также Все Принявшие Печать Его Все Нечестивые И грешники Связанные Будут Приведены Предсудилища И царь Даст На них Приговор Вечного Осуждения В огонь Неугасаемый Все Женеприневшие Печати Антихристовой И все Скрывавшиеся В пещерах Возвеселятся С женихом В вечном Небесном Чертоге Со всеми Святыми В беспредельные Веки Веков День Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Солнце склонилось к поверхности вод, День угасает, и ночь настает. Дух мой тревогой тяжкой смущен, В общей гармонии слышится стон. Солнце злотистым багрянцам горя, Молит с тоскою творцу говоря, Зреть не могу человеческих дел, Дай положить беззаконим предел. О, повели! И зажгу я эфир, Сгинет в нем тварь, осквернившая мир. Был к нему глаз, Покаяния жду, Кто не раскаян, Повинен в суду. Звезды с царицей луной вопиют, Боже, Яви твой всеправедный суд, Люди тебя оскверняют грехом, О, повели нам! И тьму наведем! Глаз освечал, Покаяния жду, Кто не раскаян, Повинен в суду. Трепетным светом зари осиян, Ропщит суровый гигант океан, Люди унизили славу твою, Божий привечный, И землю сию, Казни достойны они, Повели, Смою презренных Навеки земли. Был к нему глаз, Покаяния жду, Кто не раскаян, Повинен в суду. Горько рыдая И в гневе дрожа, Так восклицала земля, От ножа праведник гибнет, Ликует злодей, Матери губит невинных детей, Сын не страшится Убить мать отца, Нет преступлением числа и конца, Злоба, Измена, Насилие, Блуд, Соблазны мира повсюду растут, О, повели, Я отверзу уста, Всех поглощу И останусь чиста, Или позволь мне Не дать им плодов, Смерть унесет их, Не будет следов. Глаз отвечал, Покаяния жду, Кто не раскаян, Повинен суду, Жалобы смолкли В ночной тишине, Гимн мироздания Слышится мне. В бледном сиянии Миллиона светил, Вижу я рейенье Ангельских крыл. Ангелы Богу Приносят дела, Все проявления добра Или зла, Все, что в минувший Свершили мы день, Вот растворилась Лазурная сень. Вышел вдруг Сретение Ангела в дух, Глазу его Сладко внемлет Мой слух, Милости в нем И любви глубина. Где вы нашли Столь благие дела? Мы принесли их Из грозных пустынь, Мрачных пещер, Каменистых твердынь. Это деяния Покинувших свет, Тех, кто, Отринувши сладость Сует, Алчут И жажду, Скорбя о грехах. Мир им, Блаженство Их ждет В небесах. Скрылось Ведение В мерцании Светил, Снова Мелькание Призрачных Крыл, Ангелы Плачут С поникшей Главой, Тяжесть Приносят Неправды Людской Вышел Вдруг Встретение Ангелов Дух, Глазу Его Робко Внемлет Мой Слух, Милости В нем И любви Глубина. Ангелы, Где вы Нашли Бремена? Мы Обрели Их Владыка У тех, Кто Позабыл Тебя Ради Потех. Сердце И ум Их Лукавства Полны. Боже, Уже Мы Служ Их Служ Должны. Вы Их Наставьте На Истинный Путь, Чтобы Смогли И Они Отдохнуть. Радостно Будет В раю У меня В славе Немеркнущей Вечного Дня. Я И от Них Покаяния Жду Кто Не Раскаян Повинен Суду. Вмиг Все Исчезло Лишь Волны Порой Плещут Несмело О берег Морской В блеске Алмазном В ночной Тишине Гимн Мироздания Слышится Мне. Также Негодна Безжизненная Религия Не имеющая Силы. Но это Отступление Будет Также Отличаться Отсутствием Веры. В своем Первом Послании Тимофею Апостол Павел Говорит Дух Ясно Говорит Что в Постей Времена Отступят Некоторые От Веры Внимая Духом Обольстителем И Учением Бесовским. А Спаситель Сказал Но Сын Человеческий Пришед Найдет Ли Веру На Земле. Тут Христос Говорит Что Вера То Есть Подлинная Божия Вера Будет В большом Недостатке Ее Будет Очень Трудно Найти Многие Будут Иметь Внешний Вид Веры Но Бессилы Ибо Вера Это Окажется Только Для Показа Это Неверие Проявляется По-разному В разных Частях Темного Шара На Западе Оно Принимает Один Вид На Востоке Другой Но Болезнь В основном Та же Неверие И Это Неверие Будет Развиваться Все Больше И Больше В последнее Время И Заметь Как Параллельно С этим Отступлением Возрастает Усилии Объединить Все Христианские Вероисповедания В одну Экумуническую Церковь Называющуюся Мировым Советом Церквей В этот Мировой Совет Церквей Входит Все Вероисповедания Которым Доктрины Не имеет Никакого Значения Рядом Сидят И Общаются Священники Пастора И другие Церковные Работники Которые Могут Верить Совсем По-разному Многие Из них Совсем Отрицают Самые Основные Знающему Библию Ясно Что Сегодняшняя Экумуническая Церковь Или Как она Называется Мировой Совет Церквей Является Прототипом Всемирной Церкви Которой Будет Возглавлять Антихрист Как ясно Говорит Апостол Иоанн Кто Лжец Если Не тот Кто Отвергает Что Иисус Есть Христос Это Антихрист Отвергающий Отца И Сына Да Картина Мрачная Но Среди Этих Тяжелых Дней Болезни Нашего Мира Бог Обещал Посетить Нашу Землю Еще раз Обильным Излиянием Духа Святого Прежде Нежели Наступит День Господень Это Будет Тот Поздний Дождь Который Был Еще Обещан Ветхозаветным Пророком Яилем Все Может Быть Что Это Будет На Очень Короткое Время Эти Мудрецы Решили Мирно Завоевать Мир Для Сиона Хитростью Символического Змея Главу Которого Должно Было Составлять Должно Было Составлять Посвященное В планы Мудрецов Правительство Евреев Всегда Замаскированное Даже От Своего Народа Атуловище Народ Иудейский Проникая В недра Встречаемых Именно Пути Государств Змий Этот Подтачивал И пожирал Свергая Их Все Государственные Нееврейские Силы По мере Их Роста Это Же Должен Он Делать И в Будущем Приточном Следовании Предначертанием Плана До тех Пор Пока Цикл Пройденного Им Пути Не Сомкнется Возвратом Главы Его На Сион И Пока Таким Образом Змей Не Заключит Не Сосредоточит В сфере Своего Круга Всей Европы А через Нее И остальной Мир Пользуясь Всеми Силами Завоеванием И экономическим Путем Чтобы Подчинить Своему Влиянию Влиянию Своего Цикла И остальные Континенты Возврат Головы Змея Сион Мог Совершиться Только По Сглаженным Равнинам Государственной Мощи Всех Европейских Стран То есть Через Экономическое Расстройство И разорение Повсюду Вносимое Сионом Через Духовный Упадок И Нравственное Расслоение Главным Образом С помощью Европейских Женщин Под маской Француженок Итальянок Испанок Лучших Носительниц Распутства В нравы Руководителей Народов Женщины В руках Сиона Служат Приманкой Для тех Которые Благодаря им Всегда Нуждаются В деньгах А потому Торгуют Совестью Чтобы Добыть Денег Во что Быто Ни Стало Деньги Жи Эти Собственно Говоря Только Суживаются Им Ибо Быстро Возвращаются В руки Подкупающего Сиона Через тех же Женщин А между тем Рабы Сиону Приобретены Естественно Что для успеха Предприятия Надо было Чтобы Чтобы На государство Ни государство Ни отдельные Личности Не подозревали Какую роль Они играли В руках Сиона Поэтому Сионские Правители Учредили Из своей Среды Якобы Религиозную Касту Ревнивую Блюстительницу Чистоты Моисеевых Законов И Толмурских Предписаний И все Поверили Что маска Моисеевых Законов Есть Истинное Самоуправление Евреев Никто Не стал Присматриваться К деятельности Этого Самоуправления Тем более Что глаза Были отведены На золото Доставляемое Кастой Которой И была Предоставлена Полная Свобода Действий В ее Политико-экономических Интригах По графическому Изображению Шествие Символического Змия Первый Его Этап В Европе Был в 429 Году До Рождества Христова В Греции Где во времена Перикла Он начал Подтачивать Величие И мощь Этой Страны Второй Этап Был в Риме Во времена Августа Незадолго До Рождества Христова Третий Третий В Мадриде Во времена Карла V В 1552 Году По Рождестве Христовом Четвертый В Париже В 1700 Году Во времена Людовика XIV Пятый В Лондоне С 1814 Года После Падения Наполеона I Шестой В Берлине С 1871 Года После Франко-Прусской Войны Седьмой В Петербурге Над которым Теперь Нарисована Глава Змия Под датой 1881 Год Все Пройденные Змеем Государства Не исключая Германии С видимой Ее мощью Существует Масонское Предсказание Что Политический Конец Объединенной Германии Наступит В 1913 Году Действительно Подточены В своем Основании Конституционным Либерализмом И экономическим Расстройством В экономическом Отношении Пощежены Англия И Германия Но только До времени Пока не Совершится Бесповоротного Завоевания России На которую Устремлены Все усилия Напомним Что Это было Сказано Еще До начала 20-го Столетия Далее Глава Змеи Еще Не Двинулась Но На рисунке Стрелками Показан Путь На Москву Киев Одессу Нам Теперь Хорошо Известно В какие Гнезда Воинствующего Еврейства Обратились Эти города Константинополь Причислен К восьмому И последнему Этапу До Иерусалима Теперь Он захвачен Масонским Комитетом Единения И прогресс Немного Уже Осталось Проползти Змею До Сомкнутия Рокового Цикла Через сомкнутые Головы С хвостом Чтобы указанное Проползание Совершилось Беспрепятственно Были проведены Следующие Меры Для воспитания И образования Рабочих Этого Трудного Дела С целью Получить Чистую Работу Прежде Всего Была Подстроена Обособленность Еврейского Племени Дабы Никто Не проник В его Среду И не Открыл Тайны Его Деяний Ему Было Возвещено Пророчески Что Оно Избрано Из Среды Людей Самим Богом Чтобы Владеть Землей Безраздельным Сионским Царством Ему Внушено Было Что Только Евреи Сыны Божии И одни Они Достойны Названия Человека Остальные Же Люди Созданы Богом Только Как Рабочий Скот И Рабы Евреев Человеческие Жилица Им Даны Только Для Того Чтобы Евреям Было Непротивно Принимать От них Услуги Роль Же Евреев Заключена В завоевании Сиону Престола Над Всем Миром Евреям Было Внушено Что Они Высшие Существа Что Поэтому Они Не Могут Сливаться Со Скотскими Племенами Других Народов Принципы Этих Мир При Посредстве Воспитания Тайных И Явных Школах И В Иудейских Семьях Внушали Евреям Самовеличание Над Остальными Людьми Самобоготворение По Право Сынов Божиих Обособленности Сионского Народа Служила Кагальная Система Вынуждавшая Каждого Еврея Поддерживать Соотечественника Независимо От той Поддержки Которую Они Все Получают От местного Самоуправления Сиона Носящего Различные Названия Кагала Консистории Комитета По Еврейским Делам Канцелярии По Сборам Подати И Прочее Прочее Прикрывавшими И Прикрывающими Сионскую Администрацию Отзоров Других Правительств Всегда Усердно Охраняющих Почему-то Сионское Самоуправление Якобы Религиозное Выше Приведенные Многовековые Внушения Повлияли И на Принципы Еврейской Материальной Жизни Читая Хапаим Параграф 14 Страницу 1 Эбен Гээзар Параграф 44 Страница 81 Номер 36 Эбамот 98 25 Кетубат 3 Б 24 Сандмин 74 В 30 Кадушин 68 А Созданные Для возвеличения Сиона Мы видим Что евреи С нами Обращались И обращаются Действительно Как со скотами Собственность И даже Жизнь Народов Они считают Своим Достоянием И расправляются С ними По своему Усмотрению Когда Конечно Это можно Сделать Безнаказанно Администрация же их Санкционирует Это Отпущением Всех Злодейств Содеянных Евреями Против Неевреев В день Дон Кипура Еврейского Нового Года Давая Вместе С тем Разрешение На таковые Ожидеяния И в Наступающем Году Помимо Всевосказанного Желая Возбудить Непримиримость И ненависть Своего Народа Против Остальных Людей Сионская Администрация По временам Выдавала Некоторые Правила Талмуда Гоем Чем Возбуждала Антисемитизм Этот Антисемитизм Служил Сиону Еще и тем Что кроме Ненависти В сердцах Евреев Он создавал Чувство Жалости В сердцах Нужных Отдельных Лиц К якобы Несправедливо Гонимому Племени И это Последнее Чувство Многих Затянуло В число Служащих Сиону Гоняя И застрашивая Еврейский Плебс Глава Сиона Еще никогда Не пострадал От этого Ни в своих Законах Ни в своей Административной Целостности Антисемитизм Удерживал Этот Плебс В беспрекословном Повиновении У своих Пастырей Потому что Они всегда Вовремя Успешно Умели Защитить Свой народ Да и Не мудрено Так как Сами Пастыри Эти Науськивали Гонщих Собак Гоев Христиан Которые Отлично Загоняли Им Стадо И делали Его послушным Слепым Исполнителем Предписания Пастыри Направленных К созданию Всемирного Союза Сиона Ныне Уже Начавшего Сбрасывать С себя Маску Он По его Мнению Уже Достиг Положения Сверхправительства Двигающего Незаметно Для всех Неевреев По своему Усмотрению Канцеляриями Всего мира Конечно Главное Завоевательное Средство В руках Сиона Всегда Полагалось Золоте А для Сего Надо Было Не только Его Добыть Но и Увеличить Его Ценность Сдорожанию Золота Послужила Золотая Валюта А переходу Его Всеомские Кассы Международные И внутренние Распри Как это Доказывает История Ротшильдов Этим-то Расприем Создавалась Монопольная Сила Капитала Под Флагами Либерализма И научно В кавычках Разработанных Экономических И социальных Теорий Присвоение Титула Научности Разным Теориям Оказывало И продолжает Еще оказывать Сиону Немаловажные Услуги Баллотировочные Системы Давали Возможность Проводить В жизнь Все Чего 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 Не Желало Сионское Начальство Действуя Всегда Подкупом Или Подговором Нужных Людей И Большинства Голосов Толпы Лишь Только Ему Удалось Дать Общественное Или Политическое Значение Армия Сиона Анархистом Анархистом Отсюда Его Усердная Пропаганда Либерализма Проводимая Преданной Сиону Прессой Которая Желательно Которая Тщательно Игнорирует Уже Достаточно Выяснившийся Факт Что В республике Нет Свободы Личности Потому Что Там Существует Свобода Давления Толпы Большинства Над Меньшинством Хотя Бы Правом Большинство Же Всегда Большинство Же Всегда Следует За Агентами Капитала Сиона Рекламированными Расклейками Афиш И Газетными Статьями На Которые Сион По Завету Монтефиори Не Скупится В Пользу Своих Агентов Пресса Игнорирует И то Конечно Не без Инспирации С известной Стороны Что Единственно Только Самодержавие Царя Страны Беспристрастно Ибо Для него Каждый Подданный Одинаково Сын Его Земли И что Одно Самодержавие Дает Свободу Личности Ограждая Ее Одином От давления Бессмысленной Толпы Только Самодержавному Насилию Толпы Свободу Гнут Своим Большинством Такие Столпы Которые Могут Выйти Из Всех Слоев Его Государства Кто Хочет Добыть Или Сво Свободу Личности Тот Не Должен Требовать Свободы Для Толпы Которая Стирает Лучших Людей Тем Что Как Стадо Баранов Гонится В Республике Не За Своими Истинными Пастырями А за Агентами Сиона Как Это Ясно Показывает Теперь Республиканский Строй Несчастной Франции Ныне Незаметно Для себя Или Добровольно Но Все Государства Мира Повинуются Распоряжением Воровского Сверхправительства То Сиона Который Подстраивает Их Соглашения Концерты Ибо У него В его руках Все Государственные Векселя На Неоплатные Все Увеличивающиеся Суммы Сион Таксирует Ценности Имущества В том Слу В том числе И земельные Аттестует И рекламирует Деятелей Отдает Неугодных И нежелательных Для себя Под опеку Начальства Или Общественного Мнения Прибегая Для того Или к Тайным Доносам И подвохам Или через Свою Прессу Или лучше Сказать Через Всемирную Агентуру Его прессу В которую Не вошли Только Единичные Издания Ныне Сион Своей Рекламой Изобретает Так называемые Идеи Времени Теории Науки Дает Или не Дает Ход Людям Их Произведениям Изобретениям Ибо И биржа И торговля И дипломатия Все в его руках Всем этим Он руководит Для перевоспитания Людей На материалистической Подкладке Которой Убивается Душа Принципы Творчества Которой Все агенты Превращаются В механических Деятелей Искатели Одних Материальных Благ Ради Наживы Делающихся Слепым И Нерассуждающим Раболепным Прислужником Капиталов Сиона Таким образом Эти капиталы Сиона Системой Государственных Долгов Поглотившие Остальные Народные Капиталы Это Бесчувственное И Человеконенавистническое Сверхправительство Налагает На всех Неевреев Тяжкие Цепи Небывалого Крепостного Состояния Настает Конец Свободы Народной А следовательно И личной Которой Не может Быть Там Где Денежный Рычаг Дает Царствовать Толпе И Ее Насилию Над Безнравным Хотя И более Достойным И разумным Меньшинством И История Ротшильдов Доказывает Что Франция Всей Своей Республиканской Этой Обязан Сиону И В ней Еще Ни Один До сих Пор Ее Избранник Не Исполнил Того Что Обещал Если Требования Его Избирателей Не Согласовались С предначертаниями Сионского Правительства Что Ж Сталось С Несчастной Францией Имеющей Уши Слышите Да Слышит Таков Документ Сионской Мудрости Таковы Глубины Сатанинских Замыслов Масонства Талмудистского Израиля Надо Ли Говорить Что Опубликованное В 1905 Году Опубликование В 1905 Году Этого Документа Было Встречено Молчаливой Ненавистью Всей Преданной Сиону Прессы И полным Едва Ли Только Легкомысленным Невниманием Со стороны Тех Кто Был Призван Кто Призван Был Государем Ведать Дела Управления Царства Русского Но Семя Брошенное На землю Уточненную Кровью Пролитую Сионом Не заглохло И дало Свой Росток Умножая В людях Веденье И заставив Многих Очиститься И убелиться И переплавиться Нью-Йорка Из глубины Старого И нового Света Чтобы показать Что не заглохло Семя Веденья Посеянное В сердцах Человеческих Семя Нью-Йорка Семя Веденья Подлинны или неподлинны сионские протоколы, но они служат ключом и к нашей смуте. При своей относительной малочисленности, евреи сами в открытой борьбе не могут, конечно, одолеть коренного населения, среди которого паразитируют. И вот они измыслили способ саморазрушения ГОЭВ посредством искусно проводимой дезорганизации и их вытекающих отсюда внутренних раздоров в их среде. Если золото первая сила в мире повествует пражские речи, то пресса вторая. Мы достигаем цели только тогда, когда пресса будет в наших руках. Наши люди должны руководить ежедневными изданиями. Нам нужны большие политические газеты, которые образуют общественное мнение, критика, уличная литература и сцена. О золоте кажется нечего и говорить. Печать также всемирно прибирается еврейскими руками. Есть сила, недосягаемо самоотверженная и потому, естественно, охраняющая все слабое, монарх и при том только самодержавный. Мы заменили, говорится в сионских протоколах, правительство нации, карикатурой его, президентом республики, взятым из толпы, из среды наших креатур, чудовищ. Это первая мина, подведенная нами подгоевские народы. Успех даже превзошел ожидания сионских мудрецов. Вам известно, уверили эти мудрецы, что мы унизили престиж царствующих гоев частыми покушениями на них со стороны наших агентов. И далее, нет опаснее личной инициативы, если она гениальна, она может сделать более того, что могут сделать миллионы людей, среди которых мы посеяли раздор. Чего более в этих протоколах? Цинизма или горькой правды? О роли и значении либерального гипноза в сионские протоколы говорят с особой вразумительностью. Когда мы заразили государственные тела либерализмом, этим смертельным ядом, вся их политическая комплекция изменилась. Они заболели смертельной болезнью, разложением крови. По пути саморазложения у нас идти дальше некуда. Теперь уже и голос Москвы, номер 260, горестно восклицает. Мы безнадежно топчемся на месте, безнадежно путаемся в кругу противоречий. Сионские протоколы дают ясный ответ на весь ужас русской бестолковщины. Чтобы взять общественное мнение в руки, надо его поставить в недоумение, высказывая с разных сторон столько противоречивых мнений и до тех пор, пока непосвященные ГОИ не затеряются в лабиринте их. Точь-в-точь так печать наших людей в кавычках и поступает. Страшно смотреть на современных людей, запутавшихся в противоречиях, на охватывающие их безумие от нескольких либеральных фраз. Сионские протоколы поучительны тем, что дают канву и рисунки, по которым действительно вышивается саморазложение христианской культуры. Таков росток в Москве от семени, прозябшего из обнаруженной тайны сионских мудрецов. На каком бы поле не прозябало семя это, лишь бы прозябало, а прозябше, оно даст в свое время плод породу своему. Говорю я так для тех, кому попадутся на глаза строки эти. А вот голос на ту же тему, по ту сторону Атлантического океана. Он раздался в журнале «Аль-Калемат» слово, издаваемом на арабском языке в Нью-Йорке. В журнале этом недавно появилась статья, касающаяся борьбы еврейского Кагала с христианством. Январь 1910 год. Статья «Арабский голос о еврействе». Давая место этой статье, редактор Аль-Калемат, преосвященный Рафаиль, епископ Бруклинский, добавляет в ней свое предисловие и заключение. В предисловии преосвященный Рафаиль замечает, что считает своим пастырским долгом предостеречь христиан, а в особенности свою паству от еврейских усилий отвлечь христиан от Христа. Евреи, считающие себя Богом избранным народом, презрительно относятся к неевреям и никогда не были и не будут сторонниками проповедуемых ими братства и равенства. Сегодня стоит только прочитать о том, как относятся к евреям к народностям, попавшим на оккупированную территорию. Такая проповедь не более как коварная уловка еврейских вождей завлечь и обурачить христиан. Отрицание и даже глумление над идеалами христианства начались во Франции во время так называемой Великой Революции и с удивительной планомерностью и последовательностью распространялось по всему христианству, христианскому миру вместе с победоносным шествием революции. Зараза проникла в величайший оплот православия на землю, в Россию. Эта последовательность в распространении идеи антихристианства доказывает, что какая-то темная сила руководит отрядами восставших на Христа. Кто же управляет всей этой сложной интригой? Кто стоит во главе заговора, стремящегося сверживать власть царствующего Христа? Понятно. Те, в интересах которых изгнание Христа. Такими врагами для христиан являются евреи, издревле гонители и противники Христа и его божественного учения. Евреи, исповедующие веру в свое грядущее господство над миром, сознают, что осуществление этого господства им мешает единение людей в одну великую семью последователей Христа. Поэтому они стремятся внести безверие в среду христиан, разрушить ту великую связь, которая делает сильными народы. Чем более неверие, смут, смятение, тем более обессиливаются христианские империи, и тем сильнее делается мировое значение еврейства. Для осуществления своего господства и развращения христианских масс евреи успешно захватывают все учреждения, которые имеют влияние на общественную жизнь. Они захватили в свои руки прессу, банки, школу. Их ученые фальсифицируют науку, а евреи-литераторы занимаются популяризацией сфабрикованных евреями лжеистин. Стоит припомнить таких, как Ярославский, Луначарский, Свердлов. Под русскими фамилиями мы узнаем лица истинных евреев. В своей борьбе против Христа и христиан евреи не стесняются и не выбирают средства. Достаточно ознакомиться с циркуляром Всемирный Израильский Союз, разосланным этой мировой еврейской организацией во все концы вселенной, чтобы понять, какая опасность грозит христианам всего мира. В этом циркуляре воззвания прямо и откровенно заявляется, что христианские церкви помехи еврейскому делу и необходимо в интересах еврейства не только побороть христианские церкви, но и уничтожить их. Сегодня это мы можем заметить, потому как отдельные священники или архипастыри быстро продвигаются по служебной лестнице, ряно исполняя указания мастеров. Пока не поздно, заявляет епископ, необходимо христианам понять, что заговор еврейства против целого мира не выдумка, а печальная действительность. поэзия сверху до и до 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 Поэзия народов СССР. Издательство художественной литературы. Москва, 1972 год. Дафтак Кертог. Армянский поэт. Седьмой век. Горе тяжкое плакать заставило нас. Стон печали над нами пронесся, как пламя. Пусть все сущее в мире услышит наш глаз. Все живущее слезы прольет вместе с нами. Мы не ждали беды, но пришла к нам беда. Власть добра и надежд победила без власти. Свет чудесного царства угас навсегда. Счастье сад превратился в пустыню несчастья. Эти беды и горести нашего края. Может те, что предрек многомудрый Исаия. Ибо светлого креста воздвиженья день. Омрачила беда и страдания тень. И грядущее стало темно и безвестно. Дух вражды и безверия туманит нам путь. Нечестивые вырыли черную бездну, чтобы нашего пастыря в бездну столкнуть. Словно лев был он грозен, не будучи злым. Для старейших народов был опорой и властью. Ликовали друзья от любви и от счастья. И от страха враги замирали пред ним. Был он первым по мужеству и по уму. К самым дальним пределам неслась его слава. Поклониться спешили соседи ему. Восхваляли его все края и державы. Ангел, что охранял его душу и плоть, от него отдалившись, обрек на страдания. В горький час отвратился от князя Господь, оставляя насильником на поруганье. Надо всеми возвысился ты. Исходили завистники злобы безмерной. Ты убит был тайком средь ночной темноты. Ты скончался израненный немилосердно. Лишь вошла злая смерть в государеву грудь. Солнце вмиг изменило извечный свой путь. На земле пусть убийца живет нелюдим, Словно каин для всех ненавистен и страшен. Птицы певчие пусть не щебечут над ним. Пусть лишь черные вороны крыльями машут. Звери хищные пусть поджидают его. Пусть вовек не найдет он ночлега над крышей. Пламя Ирода пусть настигает его. Пусть его пожирает и черви, и мыши. Пусть огонь пожирает его, разгорясь. Пусть убийца ничто не спасет от заразы. И рука, что на светочь с земли поднялась. Пусть покроется струбьями смрадной проказы. Как же мчужин Иисус обронял ты слова. И блистал ты отвагой носитель величия. Ото сна пробуждался детенышем льва. Расправлялся с трусливою утренней дичью. Ты лишь взглядом единым умел отличать Мудреца от глупца и героя от труса. Не сходила обильно к тебе благодать, Как священная кровь из ребра Иисуса. Ты при жизни божественной притчей стал. Дух бессмертия над смертным тобой витал. Сколько дней и недель, сколько блед не прошло, Мы не сможем забыть о великой утрате. И тебя, погубившее черное зло, Тяготеет над нами, как бремя проклятия. Ты, наш пастырь великий, был светел, как день. Без тебя нам в отме никуда не пробиться. И ложиться на наши угрюмые лица, Словно пыль на дороге, без славия тень. Буду вечно взирать я на трон опустевший, Бесконечно в мучениях рыдать безутешный. Слезы нам ослепляют, Померкнул наш свет, Перед нами пути утешения нет. Только пламень печали, Любовью зажженный, Не погаснет в сердцах безутешных друзей. Нам дымится бы, как химям благовонный, Чтоб сгореть без следа на могиле твоей. Ибо здесь без тебя все темно и туманно, Нашей светлой надеждой был ты один. Пред тобой прояснялись вершины Ливана, Волны бурные тиверятских глубин. Без тебя опускаются руки в бессилии, Тьма сгущается, нам не дождаться зари. Покрываются брачные комнаты пылью, Облачаются в траур земные цари. Даже тем, кто короной увенчан по праву, Нишура золотая теперь не нужна. Щаться сбросить владыки презренную славу, Ибо суетность славы им стала ясна. Всем уйти суждено, никому не остаться. Нам одно лишь даровано счастье судьбой, Слезы лить по тебе, по тебе убиваться, Лечь в могилу когда-нибудь рядом с тобой. Кто смеет, тот и может. А еврейство смеет участвовать в самых рискованных шагах, В опаснейших событиях мировой жизни. Те бурные моменты, когда маленькие народы, Подобно птицам перед грозой, Прячутся в свои гнезда, И боязливо умолкают, Евреи смело и властно действуют на аванс-сцене. Вот они вершители революции. Их мнение выслушивается, Их воля учитывается гигантами. Их нельзя не выслушивать, Потому что они являются Одним из факторов Сверепствующей бури. Не та ли это буря, Которой писал Горький? Это ли не вызов Лисовщему христианскому миру, Гордый, Исполненный лютой ненависти, И величайшего, Чисто сатанинского презрения? Заключим наши выписки, Эти выписки капля в море, Всего того, Что накопило за эти годы Сердце христианина, Слышащего и видящего, Все неподобное, Творящееся в мире великого Отступление от Христа, Бога нашего, Свидетельствующий О действительном торжестве Вождей Талмудистского Израиля, Не над Христом Господом нашим, И не над христианами, О нет, А над отступившим От Христа миром, Это заметка от 15-го Газеты, Русское знамя, Январе 1919 года, Вот что дословно Изображено в заметке этой, Заглавленной, Боже, Боже, Почтонас оставил идти, Страшная важность, Считаем мы в этой заметке, Того, что случилось В Петербургском дворянском собрании, Преувеличения быть не может, Там сборище Евреев, Концерт, Всех классов и состояний Торжествовало первую победу Еврейства над христианством, Не над христианством, А над равнодушным безверием, Христианство Христовой церкви не одолеть, И вратам адовую, Неистого хлопая, Чуть не шансонетки, Припевом которой Служил предсмертный возглас Христа Спасителя, Подлой шансонетке, Распеваемой евреями В качестве гимна победы И одоления Повторяются все те же В злобе словах, Которые срепетом Записывали святые евангелисты Сойди с креста распятый, Если ты сын Божий Эти слова Возглашал современный Еврейский кантор Сирота По фамилии Не то из Варшавы, Не то из Вильны, На эстраде благородного Дворянского собрания В Петербурге И возглас этот Переложен на современный мотив, Усагубляя этим Кровавое оскорбление А русские православные люди Слушали его И не понимая смысла Еврейского пения Прислуживали Евреям-оскорбителям Не будь мы Отравлены Жидо-мастонским ядом Разве могли бы Русские люди Хладнокровно читать Восторженное Описание Этого концерта Появившееся в речи И прочих Противохристианских газетах Эти газеты Пояснили Чего русские люди Не поняли Газета Печатаемая по-русски И читаемая Русскими людьми Осмеливается Совершенно Откровенно Пояснять Как еврейская публика Наслаждалась Куплетами Сюжетом которых Служит Распятие Христа Все мы Прочли Чудовищное Признание Еврейского Официоза Старые И малые Нищие Вельможи Мастеровые Купцы И сановники Все узнали Причину Ликования Евреев И молчат Это заметка Которой Кровь Сценит В жилах И мысль Цепенеет Ожидая Для России Участи Мессины Ужасно Если бы Сейчас показали Сколько Погибло От евреев Масонов В России В период Революции Красного Террора И Ежошины Но не ужаснее Были объявления В номере 12507 Нового времени От четверга 6 января 1911 года Большой зал Консерватории Во вторник 11 января 11 года Перед отъездом За границу Только один Духовно-светский Концерт Знаменитого Оберкантора Варшавской Синагоги Сирота С участием Еврейского Хора И известного Артиста Солиста Нарфи Дмитрия Андреева И других Это ровно Год спустя После вопля На весь Петербург Верующего Православного Сердца На глазах Из старых И малых Нищих И вельмож Мастеровых Купцов И сановников И в том же Петербурге И с тем же Кантором Произведенным Только уже Воберканторы И все Опять Промолчали Продолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok Тайна беззакония. Печать Антихриста. Звериное число 666. Прошло уже пять с лишним лет со дня опубликования мною в книге моей «Великая в малом. Тайны всемирного еврейско-масонского заговора». Так писал Сергей Нилус. Сколько за эти годы совершилось событий и во всем мире, и на нашей несчастной родине, униженной, оскорбленной, разбитой на поле брани внешними врагами, истерзанной внутренней смутой, расколовшейся на враждебные друг другу партии, смущенной в своих религиозных и политических верованиях, отданной на поток и разграбление всему злому и хищному, что, сдерживаемое раньше церковью и сильной властью, таилось в норах и подпольях, скрывалось в притворах адовых. Не перечесть их, не запомнить. Тому, кто внимательно прочел первую часть моего малого труда, довольно указать нашествие символического змия, как оно изображено в этом очерке. По этому шествию змия видно, что роковой цикл досомкнутия главы его с хвостом и, стало быть, наступление царства Антихриста, был к концу 1905 года уже почти пройден. И змию оставалось захватить только Константинополь, как восьмой и последний этап до Иерусалима, откуда выпал змия в 1429 году до Рождества Христова. Так утверждают сионские протоколы. Сокрушить под биту свою народы и племена земные. Пять только лет прошло с тех пор, и Константинополь уже захвачен. Еще накануне свержения и засочения Падишаха и воцарения его на месте Комитета Единения и Прогресс, Как отделение еврейско-масонского всемирного Кагала, некоторые политики-добровольцы указывали нашей растерявшейся власти на величественную мощь Падишаха Абдул-Гадима, который де на все дерзает и все может. И уже в Турции отпразднована первая годовщина масонско-младо-турецкой конституции. И чем? Кощунством евреев над христианством, публичным, уличным кощунством, совершенным на улицах Царьграда на глазах нашего православного посольства, на глазах посольств всех европейских, христианских, великих и малых держав. Это ли не победа символического змея над отступническим миром? Но что же, наконец, это за символ, символический змей, дающий такую власть и силу тем, кто, уповая на символ этот, на наших глазах одержал столь блистательную победу над миром? Вехилла регио Продеун Тинтерни Знамена властителя ада продвигаются вперед. Так в 1884 году в энциклике своей писал Лев XIII, Папа Римский, предупреждая римско-католический мир об опасности надвинувшегося на него всей своей силою масонства. Символический змей и властитель ада. Не представляют ли они собой одного лица? Не дракон ли он, змей древний? Не спадший ли с небес деница сатана, отец лжи? Сам дьявол, дерзнувший восстать на трипостасного Бога. Не в этом ли страшном и мерзком имени, и не в добровольном ли ему поклонении заключена великая тайна масонства, ревниво скрываемая столько веков от непосвященных? Не в этой ли тайне заключена великая беззакония тайна, о которой предупредил христиан всех веков святой апостол Павел, сказав, что она уже в действии, только не свершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. То есть, по толкованию святых отцов, пока от христианских государств не отнимется благодать Святого Духа и богодарованная по образу небесной иерархии самодержавная власть помазанника Божия. На вопросы эти может ответить только само масонство. Пусть же оно и отвечает. Коварною и льстивой силою вдохновителя своего дьявола, одолев ныне почти уже весь отступнический мир, за исключением одной России, в которой мерзость запустения еще только водворяется, масонство действует теперь почти открыто, и тайн своих от желающих видеть не скрывает. И еще одно свидетельство современной прессы. Журнал «Вопросы истории номер 9» за 1977 год. Автор Ю.И. Рубинский. Масоны во Франции. Вчера и сегодня. Летом 1975 года французская печать вновь заговорила о франкмасонстве. Неожиданно пробудившийся интерес к этой организации, которая давно уже считалась лишь живописным обломком далекого прошлого, не случайно, стоявший в стороне у власти политический блок стремился вбить клин в ряды левых сил. Одним из инструментов в этих усилиях призваны были стать масонские ложи. Какую же роль сыграли масоны в политической истории Франции? Ответ на этот вопрос помогает понять, почему сейчас предпринимаются настойчивые попытки гальванизировать деятельность братства вольных каменщиков. Человек с завязанными глазами входит в полутемную комнату. Повязку снимают. И пришельцу становится не по себе. Стены украшены таинственными изображениями. Вот сова между двух светильников, древний символ мудрости. Над ней в солнечном диске, окруженном месяцем и звездами, не дремлющий глаз в треугольнике, от которого исходят лучи. Череп и кости напоминают обренности земного существования, не озаренного светом высших истин. Причудливо переплетаются фигуры львов, старцев с косой, символизирующих беспощадное время, величественных женщин со свитками в руках. Наконец, повсюду видны инструменты каменщиков. Циркун, угольник, отвес, мастерок. Вошедшего окружает толпа людей в масках с обнаженными шпагами в руках, направленными ему в грудь. Путаясь и избиваясь, он повторяет слова торжественной клятвы, которую медленно произносят за его спиной. Отныне неофит стал посвященным. Он может называть каждого присутствующего братом, рассчитывать на помощь братьев в любых обстоятельствах, но и сам обязан оказывать ее всякому, кто сделает условный знак, подтверждающий его принадлежность к международному тайному обществу, влияние которого давало себя знать повсюду, от провинциальной глуши до кабинетов министров. Так проходил обряд приема в ряды франкмассонов в прошлом столетии. О масонстве имеется огромная литература, как апологетического, так и враждебного характера, разобрать в которой не так-то просто, ведь эта организация не публикует своих архивов. Внизу приводится большой список литературы на иностранном и русском языке, который может найти каждый, кто пожелает. Не следует, разумеется, принимать на веру ни саморекламу масонских авторов, ни яростные нападки их многочисленных врагов. Сами масоны были прямо заинтересованы во всяком преувеличении своей роли, ибо это немало содействовало достижение их целей, являвшиеся в конечном счете весьма прозаическими. Ответом на саморекламу масонов оказался поток антимасонских сочинений, которые принимали различную форму от больших фолиантов до памфлетов и листовок. Львинная доля этой продукции выходила из-под пера авторов близких главному противнику и конкуренту масонства в католической церкви. На масонов избирали мишенью атак и иные реакционные силы, в частности нацисты в гитлеровской Германии, для которых самый факт существования международного тайного общества был поистине находкой. Франк-масоны, вольные каменщики, появились еще в средние века как тайный союз городских буржуа против феодалов. Официальная идеология масонства, сложившаяся тогда же, возводится к праву отца Адаму, вынесшему из рая. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok